привет друзья с вами виктория сегодня вам предлагаю рецепт торт на кефире с шоколадным бисквитом на кефире с кремом чиз и смазывать тортик я буду ганашем из белого шоколада оставляю вас видео если видео вам понравится не забудьте поставить лайк подписывайтесь на мой канал приготовление бисквита нам понадобится сахар мука растительное масло сливочное масло разрыхлитель какао 2 яйца соль и кефир полное количество продуктов я вам оставлю в описании под видео данное количество продуктов рассчитано на два коржа и затем я буду готовить еще два коржа сначала смешиваем все сухие ингредиенты просеиваем в емкость муку муки добавляю одну полную ложечку разрыхлителя добавляю 2 столовые ложки какао какао берите хорошие хороших сортов и все это просеиваю сюда же добавляю щепотку соли хорошо перемешиваю в другую емкость добавляю сливочное масло и сахар сначала немного перетираю сахар с маслом ложкой масло должно быть очень-очень мягкая достаньте его заранее из холодильника на несколько часов чтобы она была вот такой прям очень мягкая и затем забиваю буду взбивать миксером до пышности к маслу поочередно добавляю 2 яйца добавляю 30 миллилитров растительного масла и еще недолго взбиваю и затем поочередно буду добавлять смешанные заранее сухие ингредиенты и кефир немного кефира немного сухих ингредиентов и и перемешиваю миксером взбивать не нужно перемешивать время от времени можно помогать лопаткой берите емкость побольше если у вас ручной миксер как у меня чтобы ничего никуда не разлеталась тесто готово такой по консистенции она должна получиться и и сейчас я поставила уже духовку разогреваться на 180 градусов сейчас буду подготавливать формочку формочка у меня диаметром 16 сантиметров нам нужен тортик небольшой на такой чтобы высокий формочку перекладываю фольгой и смазываю сливочным маслом переливаю тесто в форму немного разравниваю тесто отправляю выпекаться тесто в духовку бисквит у меня выпекался 1 час проверяю его деревянной шпажкой она должна выйти сухой достаю бисквит и оставляю его остывать затем буду выпекать еще один у меня два таких бисквита будет из них я сделаю из этого два коржа и из этого два коржа мне нужно 4 коржа на мой тортик немного провожу по краям ножом и достаю бисквит из формы бисквит перекладываем верхом вниз и даем ему полностью до остыть до конца выпекаться следующий бисквит духовка разогрета до 180 градусов на один час чем бисквит выше тем она дольше выпекается если формочку у вас будет большего диаметра то выпекаться он будет быстрее пока коржи у меня остывают приготовлю крем в емкость с высокими краями это важно выкладываю сливочный сыр филадельфия 300 грамм я думаю 150 грамм маскарпоне и 250 миллилитров сливок сливки должны быть минимум 30 процентной жирности и 100 грамм сахарной пудры сначала все хорошо перемешиваю ложкой и теперь нам все это нужно хорошо взбить взбиваем до загустения крем взбит взбивала я его 4 минуты такой крем взбивается очень легко и хорошо держит форму беру кондитерский мешок и крем я переложила в кондитерский мешок и пока убирала его в холодильник пока займусь коржами и сейчас намечаю линию разреза ножом и буду разрезать ниткой продеваю мне так удобнее так всегда разрезаю сейчас я вам покажу вот такой смотрите как ровненько все хорошо все готово коржи остыли вот такие четыре коржа у меня получились подложку я сделала делается она очень легко вырезаю картонку нужного диаметра у меня 16 сантиметров и оборачиваю и фольгой и вот так я и положила крем готов сейчас будем собирать тортик первый корж кремом сверху выкладываю второй корж и сверху выкладываю последний корж стараемся выкладывать последний корж самый ровненький и заполняю немножечко по бокам оставшимся кремом торт можно смазать полностью кремом чиз но я же решила приготовить шоколадный ганаш из белого шоколада а как его приготовить у меня есть отдельное видео на моем канале ссылочку я вам оставлю в описании под видео готовится он очень просто сливки сливочное масло и белый шоколад и я решила смазать свой тортик ганашем из белого шоколада я небольшой специалист выравнивание тортиков ну я сделала как можно ровнее как так как я умею я не профессионал этот ганаш очень хорошо подходит для выравнивания тортиков и под покрытие тортиков под мастику перед тем как смазать тортик полностью ганашем из белого шоколада я его отправила в холодильник на 4 часа и тортик по своему усмотрению торт на кефире получается очень вкусный с приятными шоколадными бисквитами кремом чиз и ганашем из белого шоколада которые отлично сочетаются с этим бисквитом надеюсь это видео было для вас полезным ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пишите мне свои комментарии а я всем желаю удачной выпечки и до новых встреч с новыми рецептами